СПУТНИК ЗЕМЛИ СПУТНИК ЗЕМЛИ Каков же результат? Получено наиболее полное представление о глобальной биологии на сегодняшний день. Значение этих данных трудно переоценить. Они позволили мне органично понять океан. Так говорит доктор Ивона Сетеник, океанограф. Ивона и остальные сотрудники NASA Goddard Ocean Ecology Lab помогают обрабатывать 20-летний массив данных. Если вы подробно рассмотрите эту анимацию, то увидите повторяющиеся потоки на суше и на поверхности океана. Мы наблюдаем за тем, как дышит наша планета. Примерно по 50% от всего объема фотосинтеза приходится на сушу и на океан. Говорит доктор Комптон Такер, впервые осуществивший спутниковый мониторинг растительности на суше. Увеличение растительности на суше в весенние и летние месяцы показано здесь темно-зеленым цветом, а увеличение количества фитопланктона в океане в тот же период – светло-голубым. Растения и фитопланктон потребляют углекислый газ из атмосферы и используют его как источник энергии. В результате общее количество углерода в воздухе резко падает. В холодный сезон все наоборот. Зимой в северном полушарии, где сосредоточена большая часть мировой растительности, количество углерода в атмосфере увеличивается. В тот же период в океане появляются особые зоны. Фиолетовым цветом отмечены зоны, почти лишенные фитопланктона. Это словно пустыни в море. Красные свидетельствуют либо о высокой концентрации фитопланктона вдоль береговой линии, либо о том, что спутниковые датчики отображают изменение цвета воды. Существует удивительное разнообразие растений и животных, как на суше, так и в океане. Но постойте! Если существует удивительное разнообразие растений и животных, почему ученые уделяют внимание именно наблюдению за растениями? Знаете, как говорят, вы то, что вы едите. Если вы хотите понять жизнь в океане, вам нужно начать с ее фундамента, а это фитопланктон. Если изменится фитопланктон, то изменится и вся экосистема. Изменения, о которых говорит Ивона, гораздо легче увидеть тогда, когда у нас есть возможность непрерывно вести глобальные наблюдения. И это означает возможность заглянуть не только в прошлое, но и в будущее. Именно такой продолжительный сбор данных позволяет нам не только точно видеть, что происходит, но и намного точнее предсказать, что произойдет. Глобальная перспектива дает ученым возможность прогнозировать события, такие как цветение вредных водорослей, вспышки болезней и даже голод. Возможно, наибольшая практическая польза собранных данных в том, что мы видим прошлое. За 20 лет планета заметно изменилась, и этот массив данных дает нам визуализацию изменений. Озеленение Арктики, исчезающий лед арктических морей, вероятно, это одни из наиболее известных примеров. Если вы посмотрите на высокие северные широты, то увидите белый цвет, который означает снег. Он отступает дальше, на север. Затем идет темно-зеленый цвет, потому что растения активно осуществляют фотосинтез в этот период. Ученые предполагают, что существуют триллионы планет, но Земля по-прежнему остается единственной известной нам планетой, на которой есть жизнь. Если учесть это, а также количество непригодных для жизни мест, наша родная планета покажется еще более хрупкой и красивой. Среди моих друзей и знакомых есть несколько астронавтов. Все они говорят об одном и том же. Когда они выходят на орбиту на космическом корабле или находятся на Международной космической станции и смотрят на Землю, то видят единый планетарный климат. И нам нужно работать вместе, чтобы убедиться, что жизнь, какой мы ее знаем, продолжится на этой прекрасной планете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok